Назад существование Иисуса и достоверность Нового Завета впервые подверглись сомнению. Чтобы подтвердить авторитет Библии, исследователи разыскивали древнейшие библейские манускрипты в египетских монастырях. Они обнаружили расхождение между древними и более новыми библейскими текстами. Известие о том, что Евангелие, возможно, не являются Словом Божьим, произвело сенсацию. Но что, если дело не только в отличиях между библейскими текстами? Как насчет неизвестных текстов и Евангелий, предполагающих альтернативную версию христианства? Я Джефф Роуз, археолог и историк. Я исследую открытия исследователей Библии, чтобы выяснить, как они повлияли на основы христианства. В поисках библейской истины. Это заброшенный город Аксиринг в пустыне Египта к югу от Каира. Это центр раннего христианства. В 19 веке здесь побывало множество исследователей. В 1897 году сюда приехали два британских археолога – Бернард Гренфелл и Артур Хант. Они искали древнейшие Библии. Они заявляли, что вскоре в Египте отыщется Новый Завет II века. Среди древнего хлама они нашли полмиллиона фрагментов папирусов на греческом. Один из них – сенсационный текст II века н.э. с высказываниями Иисуса. Иисус сказал, «Моя душа опечалилась за детей человеческих, ибо они слепы в сердце своем». Часть из высказываний Иисуса, обнаруженные в Аксиринге, известны и процитированы в Евангелиях Нового Завета. Но некоторые оказались совершенно неизвестными. Если вы не поститесь от мира, вы не найдете царствия. Если не делаете субботу субботой, вы не увидите Отца. Если это настоящее изречение Иисуса, то они ставят под сомнение достоверность и надежность Библии. Верные христиане верили, что текст Библии – это истинные слова Бога. Однако этих изречений, приписываемых Иисусу, нет в Священном Писании. Чтобы понять всю важность этого открытия, мы отправимся в прошлое. В эпоху раннего христианства, в 33-й год нашей эры, когда Иисус был распят в Иерусалиме. Незадолго до Иудейской Пасхи в городе появился радикальный и противоречивый еврейский проповедник Иисус. Его прибытие в Иерусалим вызвало волнение. Он говорил, что скоро все изменится, грядет новое царство. Но в течение недели беспорядки были полностью подавлены. Нет более позорной казни для врага, чем распятие. В течение 36 часов после распятия случилось нечто, заставившее последователей Иисуса поверить в то, что Он – Мессия, Божественный Спаситель, учредитель нового мирового порядка. В какой-то момент появилась легенда об опустевшей могиле и спасении Иисуса. Возможно, Ему удалось спастись и даже выжить, каким-то образом победить физическую смерть. Пусть Он выглядел мертвым, но это не так. История о воскресении Иисуса дошла до нас через четыре Евангелия – от Матфея, от Марка, от Луки и от Иоанна, написанных постаревшими последователями Иисуса через несколько десятков лет после распятия. Евангелия появились в то время, когда апостолы начали умирать один за другим. Они почувствовали необходимость сохранить слова Иисуса, Его учения, а также историю Его жизни для потомков. Четыре Евангелия составляют основу официального текста Нового Завета. Почти две тысячи лет историю Иисуса излагали исключительно по ним. До обнаружения новых изречений Иисуса в 1897 году. В Европе появление нового библейского текста вызвало фурор. Ученые и верующие вступили в ожесточенные споры о Библии и христианской вере. В 19 веке все яростно спорили о религии. Никто не остался в стороне. Речь шла о собственном «я», о душе. Это был самый значительный религиозный спор со времен Реформации. Под вопросом оказалась историческая достоверность как Нового, так и Ветхого Завета, написанного древними израильтянами до появления Христа. Историки подорвали основы христианства, подвергнув сомнению истинность и подлинность главных христианских текстов. Однако споры об истинности Библии велись в Европе. Отчего же исследователи отправились в Египет? Все началось за 100 лет до этого из-за имперских притязаний Франции на Восточное Средиземноморье. В 1798 году сюда прибыл Наполеон Бонапарт с 40-тысячной армией. С ними был наблюдатель Виван Денон, ставший первым исследователем Библии. Его рисунки рассказали миру о чудесах Египта. В 580 километрах к югу от Каира Денон увидел древний храм Дендеры. Он был потрясен. Этот древний, примитивный храм сохранился в идеальном состоянии. На руинах Дендеры египтяне показались мне гигантами. В Дендере оказалось множество загадочных изображений и иероглифов, которые Денон не мог расшифровать. Он не знал, что скоро сделает одно из самых противоречивых открытий своего времени, которое подорвет авторитет Библии. В глубине главного храма его ожидало нечто необыкновенное. Узкая лестница ввела наверх, в маленькую комнату с необычным потолком. Зодиак. Круг животных, символизирующих созвездия, связанные с определенными датами. Денон зарисовал зодиак, чтобы показать его французским ученым. Те были настолько потрясены, что захотели заполучить зодиак для своей страны. Перед вами копия зодиака. Оригинал бережно извлекли с помощью взрывчатки и отвезли во Францию. Теперь он в Лувре, который Денон возглавил, вернувшись во Францию. Вскоре исследователь оказался вовлеченным в спор по поводу возраста зодиака, имевший большое значение для авторитета Библии. В 19 веке христиане верили, что мир был создан в 4004 году до н.э. Эту дату вычислил ирландский епископ Ашер, составивший хронологию на основании всех библейских родословий. Но дендерский зодиак оказался старше. Значит, Библия ошибается. Французские ученые считали зодиак изображением ночного неба в то время, когда его вырезали. Благодаря астрологии выяснилось, что этот памятник гораздо древнее. Зодиак появился за 15 тысяч лет до Рождества Христова. Задолго до сотворения мира, согласно Библии. Опасная информация для верующих христиан. Она вызвала настоящие баталии между консервативной католической церковью, утверждавшей, что возраст памятника намного меньше, и французскими атеистами и радикалами, убежденными в его древности. Споры вокруг зодиака велись более 20 лет, пока не вмешался гениальный французский ученый Жан-Франсуа Шампальон. Рассматривая изображение из Дендеры, Шампальон заметил слово «автократер». Это греческое или римское название. Поэтому Шампальон предположил, что это храм времен Римской империи. Этот известный радикал встал на защиту церкви, утверждая, что возраст зодиака намного меньше. Папа был доволен. Он предложил Шампальону должность кардинала. Неплохое предложение для женатого атеиста. Но репутацией Библии уже был нанесен урон. Ученые усомнились в правдивости библейских историй. Дендера ставит под сомнение Ветхий Завет. Вскоре та же участь постигла Евангелие Нового Завета, об этом написал немецкий ученый Давид Фридрих Штраус в 30-е годы XIX века. Книга Штрауса «Жизнь Иисуса», вышедшая в 1835 году, шокировала верующих. Штраус считал Евангелие ненадежными по двум причинам. Во-первых, в них множество противоречий. В разных Евангелиях разная информация о жизни Иисуса. Во-вторых, в них полно чудес. Поэтому Штраус решил, что эти тексты написаны намного позднее, когда настоящая история уже обросла вымыслом. Он считает, что события в Евангелиях, особенно не связанные с историческими событиями, например, чудеса, являются мифами. И он часто употребляет это слово в их отношении. Защитников христианской веры уязвила критика Штрауса. Некоторые из них отправились на поиски древнейших библейских манускриптов, чтобы доказать истинность событий, описанных в Библии. Первым был юный лорд Роберт Керзан. Он изучал классическую литературу в Оксфорде. В 1833 году Керзан пересек всю Европу, затем Средиземное море до самого Египта и величественных пирамид. Нельзя не восхититься этими каменными громадинами. Но Керзан приехал не только наслаждаться чудесами древнего Египта. Керзана интересовали древние библейские тексты. Он считал, что лучший способ сохранить их – привезти с собой в Англию. Он надеялся найти рукописи в местных христианских монастырях, самых древних в мире. Египет сыграл важнейшую роль в формировании раннего христианства. Здесь появились первые монастыри. Монахи, отправлявшиеся в пустыню для уединения, объединялись в отдельные общины, из которых и образовывались монастыри. Керзан отправился к западу от Каира в сирийский монастырь в двухтысячелетней коптской церкви в Египте. Он слышал, что его библиотека в плачевном состоянии и хотел спасти все, что можно для потомков. Монастырская библиотека оказалась в полном беспорядке. Рукописи просто валялись на полу. Сам Керзан называл себя библейским рыцарем, прибывшим спасти манускрипты из темных подземелий невежественных монахов. Библиотекарь монастыря, отец Бигул, знает о том хаосе, который застал Керзан. В то время монастырь находился в плачевном состоянии, как и весь Египет. У людей не было денег на еду. Самые ветхие книги отправляли в печь, поскольку не хватало дров. Керзан выкупил у монахов десятки редких христианских рукописей, включая отрывок из ценного Евангелия IX века. Теперь эти тексты хранятся в британской библиотеке в трех тысячах километров от места их обнаружения. Что вы об этом думаете? Я считаю, что Керзан хотел спасти эти рукописи любой ценой. Если бы они остались в монастыре, их наверняка сожгли бы в печи. Так что я очень рад, что они сохранились. Неважно где – в сирийском монастыре или в британской библиотеке. Среди манускриптов Керзана ждал сюрприз. Христианский текст, обнаруженный впервые. Деяния Петра и Павла. Хотя это важные действующие лица в Новом Завете, деяний Петра и Павла в Библии нет. В Деяниях Петра и Павла эти двое описаны в Риме как «братья». И это необычно. Объединить их очень важно для объединения церкви. Вопрос в том, почему этот важный христианский текст не вошел в Библию. Сколько же еще неизвестных рукописей, не включенных в официальную Библию, предстоит найти? Теперь исследователи привлек Белый монастырь рядом с городом Сахаг. Он процветал с 4 по 7 века н.э., когда христианство было главной религией Египта. Местный монах, отец Шнуда, поможет мне окунуться в прошлое. Монастыри появились здесь, в Египте, а затем распространились по всему миру. Я вижу старый и новый свод. Отец Шнуда проводил меня в древнюю пещеру в холмах над монастырем, вырезанную в скале тысячи лет назад. Это святой Марк, рассказавший нам о христианстве. Просто невероятно. В этой пещере поклонялись христианству, когда оно стало официальной религией Рима в 4 веке н.э. Всю эту пещеру выдолбили вручную? Да. Она очень важна для египетских христиан. В Египте было множество монахов, множество монастырей, от Александрии до самого Асуана. А это тысячи километров. Вот как широко было распространено христианство. Но ведь эту пещеру начали строить еще фараоны. Да, да, так и есть. Но когда эпоха фараонов закончилась, этот тяжелый труд завершили именно христиане. Значит, мы все сыны фараонов. Мы выходцы с этой земли. В 19 веке лорд Керзен посетил белый монастырь в долине у подножия холмов, но не нашел там значимых христианских текстов. Однако французские египтологи Эмиль Амелино со своей командой продолжили поиски библейских сокровищ. Вот. Посмотрите на эти иероглифы. Как это типично для коптских христиан, используя древние руины фараонов. Во время посещения египтологи заметили старую церковь монастыря. Копты до сих пор приходят сюда молиться. Когда-то здесь была большая библиотека, которая сгорела в пожаре в 1798 году. Но по следам из пергаментных страниц египтологи догадались, что некоторые христианские тексты сохранились. В 1885 году Эмиль Амелино нашел потайную комнату с большим количеством манускриптов. Среди них удивительный текст на коптском, языке египетских христиан. Автором указан святой Варфоломей, но этого текста в Библии нет. Сохранившаяся Евангелие святого Варфоломея представляет большой интерес. В нем содержатся вопросы, заданные Варфоломеем и Иисусу после Его Воскресения. Довольно серьезные вопросы, касавшиеся значения самого Иисуса, Его Воскресения, а также сошествия в ад. Евангелие святого Варфоломея еще одно доказательство существования ранних христианских манускриптов, не вошедших в Библию. Встал вопрос о том, как сформировалось священное писание. В Великобритании велись особенно ожесточенные споры о религии. Эту сторону 19 века почему-то не освещают в костюмированных фильмах об Англии. Религия в то время выявляла сущность каждого. О ней говорил каждый студент, писали все газеты, люди сжигали книги. После проповедей случались протесты на улицах. Эта тема выявляла сущность каждого англичанина 19 века. В условиях ожесточенных прений обнаружение христианских текстов, не вошедших в Библию, еще сильнее подрывало христианскую веру. Эта часовая бомба заставляла усомниться в той версии Библии, которая в то время находилась почти в каждом доме. Открытие в Белом монастыре вдохновили французских археологов в Египте на дальнейшие поиски. В 1886 году французский ученый Урбен Буриан отправился на юг по Нилу. Он знал Копцкий и являлся экспертом по палеографии, новой науке о древней письменности. Поиски древних христианских текстов привели его в Ахмим, бывший центр христианства, в 500 километрах к югу от Каира. Я хочу увидеть кладбище Ахмима. Христиане, живущие здесь, хоронят своих умерших так же, как 5000 лет назад. Буриан написал отчет о раскопках христианской могилы в городе. Возможно, он побывал и здесь, на главном городском кладбище. Я осматриваю одну из могил. Видимо, здесь сложены гробы иностранцев, умерших в городе. Осматривая гробницы Ахмима, Буриан вскоре сделал важное открытие. Рядом с мумией христианского монаха он нашел папирус 8 века с текстом 2 века. Это было Евангелие от Петра, еще один важный текст, не вошедший в Новый Завет. В Евангелии от Петра описан поворотный момент в истории христианства, распятие и воскресение Христа. Ни в одном из Евангелий не описан процесс воскресения. Женщины приходят в гробницу уже после него. Ангел сообщает им о том, что могила опустела, и Иисус воскрес. Однако в Евангелии от Петра описывается само событие. Иисус выходит из гробницы в сопровождении ангелов. Зрелище довольно живописное. Иисус описан как гигант в сопровождении двух других. Его голова выше неба, а за ними следует говорящий крест. И они услышали голос с небес. «Возвестил ли ты усопшим?» И был ответ с креста «Да». Это самое фантастическое описание воскресения из всех существующих в современных библейских текстах. Евангелие от Петра опубликовали вскоре после обнаружения в 1891 году. Это первое опубликованное Евангелие, не вошедшее в Новый Завет. Люди заговорили о христианских текстах, которых раньше никто не видел. Богатые христиане, потрясенные этими открытиями, жертвовали свою энергию и деньги британскому фонду исследований Египта, основанному в 1882 году. Фонд исследований Египта учредили специально для того, чтобы доказать истинность Библии, найти материальные доказательства ее истинности. Библейская археология должна была объяснить веру в Священное Писание объективными причинами. И они старались изо всех сил. Фонду не хватало только лидеров нужной области. Они наняли восходящую звезду археологии Уильяма Флиндерса Питри. Урожденный британец, сын инженера электрика, он посещал раскопки с юного возраста. Флиндерса Питри часто называют пионером египетской археологии и первым серьезным археологом. И вполне заслуженно. Но нельзя забывать о том, чем он руководствовался, ведь Флиндерс Питри еще и серьезный христианин, стремящийся обнаружить в Египте настоящие истоки христианства и иудаизма. Поиски привели Питрий в Амарну, столицу Египта в XIV веке до н.э. Амарны правили фараон Аминхотеп и царица Нефертити. Вблизи выглядит намного внушительнее, чем снизу. Это межевая стела, обозначающая окраину города. Слева — Нефертити, а справа — сам Аминхотеп. Когда-то этот великий город простирался на километры. Основания зданий сохранились до сих пор. В 1891-м Питрий получил разрешение на раскопки дворцов. Именно здесь он совершил удивительное открытие. Во время раскопок библиотеки царского дворца Питрий нашел глиняные таблички, амарнские письмена. Это была дипломатическая переписка с иностранными правителями. В этих табличках упоминалась группа под названием «Хабиру». Звучит похоже на хибру, иудеи, как в древности называли библейских израильтян. Питрий решил, что это и есть доказательство, подтверждающее библейскую историю исхода. Как работу Питрий восприняли в Британии? С большим энтузиазмом. Демонстрация истинности Библии, которую якобы подтвердили таблички из Амарны, отлично вписывалась в картину мира тех, кто верил в буквальную точность Нового Завета. В Британии обнаружение амарнских письмён назвали самой удачной попыткой сдержать волну критики в сторону Ветхого Завета. Вдохновлённые успехом в Амарне, исследователи фонда решили заняться поисками библейских текстов, которые подтвердят также Новый Завет. Они утверждали, что в Египте вот-вот отыщется Новый Завет Второго века. Флиндерс Питри указал фонду места раскопок к югу от Фаюмского оазиса. Покинутый город Аксеринг, центр раннего христианства в Египте. Аксеринг – известный греко-римский город. Региональный центр, довольно большой. В Аксеринге было больше церквей, чем в других городах Египта. Фонд отправил в Аксеринг двух молодых археологов – Бернарда Гренфелла и Артура Ханта на поиски христианских манускриптов. Доктор Дирк Обинг – эксперт по их экспедиции. Они были идеальными компаньонами. Хант был молчаливым и старательным. Гренфелл – энергичным и общительным. Но они работали слаженно по принципу «одна голова – хорошо, а две лучше». Гренфелл и Хант наняли сотню работников и занялись раскопками. Почти сто лет спустя археологи все еще продолжают исследования, используя методы 19 века. Сейчас в археологии много нового оборудования. Можно обнаруживать городище даже из космоса с помощью спутников. Но землю все равно придется убрать, так что без лопат и ведер не обойтись. Мне сказали, что это куча земли, оставшаяся после раскопок Питри в 90-х годах 19 века. Ее придется убрать, так как под ней обнаружились развалины греческого здания. Копать землю, оставшуюся со времен Питри, удивительное ощущение, просто мечта археолога. Грэнфилл и Хант не находили ничего интересного, пока не решились на раскопке участка пустыни со странным рельефом. Они отправились к мусорным кучам, некоторые из которых достигали 9 метров в высоту, как вон те. Это не песчаные дюны, а кучи древнего мусора. Здесь видны слои того, что по-арабски называется «сабак» – древние обломки. Грэнфилл и Хант приказали своим рабочим копать. Через несколько минут из-под земли показались стопки папируса. Они писали, что папирус буквально тек рекой. Они наняли 50 рабочих из местных жителей, чтобы убрать мусор, переместив кучи на 15 метров и отсортировав обрывки папируса. В Аксеринхе хватит находок еще на долгие годы. Это одна из самых ценных куч мусора в истории археологии. Во время раскопок Аксеринха удалось найти более 50 тысяч греческих манускриптов и их обрывков. Среди них – налоговая документация, древние пьесы и религиозные тексты. Они обследовали все кучи, отобрали только фрагменты папируса, сложили их в жестяные коробки и отправили сотни этих фрагментов в Оксфорд для исследования. Самый важный папирус был обнаружен в начале раскопок – сенсационный библейский манускрипт. Он содержал высказывания, приписываемые Иисусу. Иисус сказал, «Я встал посреди мира. Я нашел всех их пьяными, и душа моя опечалилась за детей человеческих, ибо они слепы в сердце своем». Мечта любого археолога – греческий папирус с изречениями Иисуса. Некоторые из них были известны знатокам Библии, но четыре изречения оказались совершенно новыми и известными до дня их обнаружения. Текст датировали концом II века. Новые изречения Иисуса произвели фурор в Великобритании. Один писатель прокомментировал, «Возможность существования забытых изречений Иисуса потрясает воображение любого случайного прохожего. Из всего множества аксирингских папирусов этот считается самым важным». Британская пресса неистовствовала. Эти несколько строчек изречений Иисуса Христа делают нас ближе к нему, чем любые из существующих манускриптов. Но это открытие также взволновало некоторых защитников библейского текста. Как верующие воспримут изречения Иисуса, не вошедшие в Библию? Этих текстов нет в традиционных Евангелиях. Каков же их статус? Неужели Евангелие не раскрывает в полной мере учение Христа? Да, опасный вопрос для христиан, верящих в Библию. Весь религиозный мир потрясла публикация новых изречений Господа нашего. После открытия в Аксиринхе поиски ранних христианских манускриптов продолжились с новой силой. Спрос был так велик, что похожие папирусы продавали прямо на рынке в Каире. Но почти 60 лет не удавалось найти ничего более сенсационного, чем изречение. Две мировые войны и Великая депрессия заставили приостановить поиски до удивительного открытия в 1946 году. В тот год египетский торговец посетил Коптский музей в Каире. Он предлагал на продажу несколько древних манускриптов. Многие относились к IV веку. Они представляли собой часть рукописей, найденных в районе Накхамади в Верхнем Египте. Эти рукописи на десятки лет стали предметом обсуждений и споров ученых. Находка в Накхамаде в 1945 году кардинально изменила наше представление о раннем христианстве. Удивительное собрание текстов, большинство из которых были найдены впервые. Они написаны на коптском. Это египетский язык, записанный греческими буквами, перевод оригинального греческого текста, так что из них многое можно почерпнуть. Один из документов озаглавлен Евангелие от Фомы, одного из учеников Иисуса. Тайна вот-вот будет разгадана. В Евангелии от Фомы ученые обнаружили 114 из речений Иисуса, включая 8, обнаруженных 60 лет назад в Аксеринхе. Наконец, стало известно имя автора знаменитых из речений Иисуса Фома. Евангелие от Фомы в Аксеринхе.